Парк Горького Посетители парка Горького даже не подозревают о страшном открытии, сделанном среди зелёных аллей. Оказалось, что рядом с дорожками, по которым гуляют люди, находится захоронение неизвестного происхождения. Эту траншею копают, чтобы проложить электрокабели. Рабочие постоянно делают здесь неожиданные находки. Эти человеческие кости обнаружили несколько минут назад. Рабочий миссельбек Сатыбалди вспоминает. В первый день работ на глубине меньше метра увидел череп. С товарищами определили, что он принадлежит ребёнку. На следующий день нашли ещё груду костей. Я сегодня нашёл череп. Оттуда упал, я вытащил, туда положил. Дензов много, здесь раньше была могила, наверное. Пока точно неизвестно, останки скольких людей откопали рабочие. Ведь сохранились только сильно повреждённые фрагменты скелетов. Маленький, ребёнок около 10 или 15, я не знаю сколько. Но вот ребёнка, вот это чуть-чуть, ну около 17-20, по-моему. Но кто и когда нашёл свой последний приют в безымянной могиле? Ответить на эти вопросы попытались экстрасенсы. Здесь ходят какие-то духи. Духи ходят. Умершие. Медиум Надира Азаматова на месте захоронения пытается выйти на астральный контакт с душами погребённых в парке. Вижу чётко, где-то 40-е годы, осенью, осенью их похоронили. Здесь врачи, медсёстры приходили. По словам Надиры, хоронили спешно, без гробов и в большой яме. Чтобы проверить версию экстрасенса, мы обратились к криминалисту и судмедэксперту Виктору Колкутину. Время захоронения он определяет по внешнему виду останков. Давность достаточно значительная. Она определяется несколько десятками лет. Это не год назад, это не два года назад. Возможно, что это даже захоронение где-то времён Великой Отечественной войны или сразу после неё. Москвовед Михаил Коробко обращает внимание. Всего в нескольких метрах от захоронения начинается территория одной из старейших в Москве Первой Градской больницы. Осенью 41-го, когда немцы готовились штурмовать город, сюда свозили раненых и убитых при бомбёжках. Было принято решение хоронить людей, у которых там не было документов, неизвестно было, за останками которых никто не пришёл, а надо было освободить морков. Вполне вероятно, что эти люди были похоронены здесь, за больницей, буквально на больничном склоне. Удивительно, но и криминалисты, и историк подтвердили мнение экстрасенса. Теперь стало понятно, что за люди в белых халатах, которых упоминала Надира Азаматова. Опытный медиум поведала и важные сведения, которые помогут при эксгумации останков. Тут не один труп, тут несколько трупов, обязательно нужно их найти. Захоронено здесь очень много. Часть останков уже увезли на экспертизу, но некоторые вырытые кости до сих пор лежат неподалёку от места своего захоронения. Эзотерик считает, что такое отношение к добру не приведёт. Как уверяет Надира Азаматова, рано или поздно мёртвые начнут мстить живым. Женщина советует провести тщательное исследование, а потом останки захоронить по всем правилам. Погибшие от немецких бомб люди заслужили бережное отношение к своей памяти.